здравствуйте уважаемые друзья и зрители телеканала медианформ программа мы с михаилом катсиным с удовольствием представляю мою сегодняшнюю гостью это ольга рабопорт профессор университета ченка и ше на тайване здравствуйте он добрый день по привычке говорю добрый день потом вспоминаю что сейчас не очень добрый лучше говорить здравствуйте ольга спасибо вам большое за возможность взять у вас интервью вы действительно являетесь серьезным специалистом в истории археологии древнего китая и в целом китай и понимаете культуру китая что не может что немаловажно поскольку китай все-таки это достаточно традиционная страна страна которая вот если говорить о специфике страны безусловно необходимо говорить о китае потому что нынешнее положение китая это во многом конечно же есть некая преемственность культурных политических экономических процессов китая и понимать эту страну просто необходимо учитывая то что с одной стороны китай постоянный член совета безопасности он с другой стороны китай это тот природный союзник которого по крайней мере диктатор путин считает природным союзником и на который он во многом опирался неформально я думаю на уровне может быть каких-то сантиментов или представления китая перед тем как собственно путин начало войну в российской в российской федерации совершенно прав потому что путин именно начал войну российской федерации то что напав на украину он разрушает россию а вы давайте об этом поговорим ольга вот скажите пожалуйста вы живете на тайване вы одновременно являетесь гостем профессором в китайских университетах когда путин напал два месяца назад на украину действительно это возмело такой эффект разорвавшейся бомбы хотя пресса об этом говорила и собственно после аннексии крыма в 2014 году было понятно что россия украина де-факто находится в состоянии войны хотя тогда это война называлась гибридной потому что россия использовала квазимилитарное образование вот как себя почувствовали на тайване памятуя очень сложные взаимоотношения с китаем и не считаете ли вы что где-то в подкорке у путина была мысль о том что китай поддержит россию в действиях россии в украине взамен на то что у китая появится люфт в решении тайваньского вопроса то что было в подкорке у путина мне мягко говоря интерес потому что ну это как раз вот тот тот вариант когда просто неинтересно с ним уже его диагноз был ясен больше 20 лет назад поэтому что он 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 живет он живет в своем мире который он себе очень логично очень конструктивно создал это вот как будто бы представьте себе компьютера где в какой-то очень хороший очень прогрессивный компьютер но какая-то какой-то винтик соединен не так он работает блестяще он даже можете может увлекать не к некоторых людей своей логичностью и так далее если они не видят вот это вот скос и поэтому ну живет он может знать сейчас говорят что вот он ничего не знал он не смотрит на интернет он все смотрит он умнее всех что у него там было подкорки это нам совершенно не интересно нам надо свою жизнь жить а не рассуждать что там парановик думает естественно может быть может быть он думал что китай поддержит может быть он не думал но этой 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 истории его личности потому что во первых ну честно говоря поскольку я уже живу здесь очень давно двадцать то я очень давно довольно мало смотрю у нас своих проблем много и как ты уже начинаешь отдаляться время от времени что-то узнаешь что происходит в тех краях а потом начинаешь отдаляться поэтому я вот последнее время в декабре там ларе когда все это нагнеталась я занималась другими даже не смотрел то есть для меня это было было совершенно случайно и просто мне мне сын написал у меня у меня дядюшка в киеве мне сын написал где дед там началось я тогда тогда я собственно только открыла что происходит хотя естественно знала я знала что это гибридно идет уже идет давно китай категорически никогда бы не поддержал это абсурд это абсурд может быть у них головах такое есть это полный абсурд потому что во первых у китая внешне может быть путин думает что замечательно может быть они все там думают что замечательно но внутренне китай считаю что на плохие отношения с россией и вообще к россии отношения не лучше хотя российская пропаганда там там гуляет иногда там что-то рассказывает они же всюду засылают она все есть но у китайцев исторически с давних времен к россии отношения отрицать на тайване естественно тоже не сильно не сильно следили россия тайваньских тайваньской жизни в тайваньской информации занимает какое-то ну такое далекое далекое место что естественно никто не следило когда это произошло то ну естественно тайвань абсолютная поддержка украине просто потому что это странно которую напали был бы наоборот был бы наоборот просто по по не вниз никак не связываясь с нашей судьбой это другая история вообще другая история тут я даже не видел что кто-нибудь как-то сопоставлял просто разные истории я видела что очень многие сейчас предполагает что вот тут китай воспользуется этим люфтом и начнет присоединять тайвань это ошибочно это просто ошибочно это совершенно другая история и как раз как раз наоборот китай сейчас не дата его китай сейчас просто не дата его так это это как бы элементарно просто вопрос ответ на ваш вопрос мы как будем вы будете мне задавать какие-то вопросы нет нет я буду вопрос конечно ольга хорошо вот безусловно китай в силу тех причин о которых мы говорили является серьезным является серьезным государством государством которые для украины представляет очень большой интерес и с точки зрения инвестиций с точки зрения вообще политики политики китая скажите как на ваш взгляд какая эффективная стратегия выстраивание взаимоотношений с китаем потому что китай это целая цивилизация и здесь безусловно необходим подход это что личная дипломатия это культурная дипломатия это где те точки реперные да которые или скорее точки входа которые бы помогли и на уровне государства и на уровне украинского бизнеса усилить взаимодействие с китаем во-первых понимание партнера то есть понимание того понимание тех целей и того тех того интереса который может быть у партнера и через понимание его они они какие-то другие способы через понимание его искать возможность реализовать свои свои цели но давайте я все-таки немножко немножко сама начну наговорить потому что ну потому что мы мы существуем немножко в разной парадигме и те вопросы которые вы мне можете задать они будут немножко на другой плоскости стоять и может быть потому-то не очень все хорошо происходит потому что не переходит на 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 иные на иные рельсы общения на иное понимание я просто скажу несколько каких-то базовых таких позиций во первых почему я собственно очень хочу чтобы меня услышали что поняли потому что надо потому что очень важный один момент для китая украина это важнейший стратегический партнер это надо понимать это не это не тот который может дать спину поддержать путина а как раз наоборот как раз наоборот почему несколько 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 ответов во первых история общения с россией у китая отрицательны то есть принципе они знают что с россией особого диалога не построишь то есть в этом в этой как раз позиции очень важное слово диалог когда каждый слышит другого россии диалога нет россии доверять нельзя это общее это в общем-то русским русским доверять нельзя это общее такое понимание общее понимание при этом у китая и у украины наибольшая протяженность границ россии то есть это вот важный такой момент почему почему собственно стратегический партнер потому что с двух сторон примыкают к крайне сомнительной непредсказуемой стране поэтому китай за во время этого конфликта несколько раз дал давал сигналы о том что он хочет начать переговор при этом к сожалению наблюдал что в общем то украина в основном старается опираться на штата на европу и ну видимо просто на самом деле видим просто объективное не совсем понимали что сигналы эти идут и как вступить тут тут все понятно просто для этого нужно быть должны быть просто соответствующие специалисты и так далее все-таки молодая страна у которой еще не наработаны все серии международных отношений это все это все естественно но это надо это надо сделать более того я очень хочу в этом помочь то есть не просто сказать вот с высокой трибуны вот такой я великий профессор сказать что там все неправильно делается как раз наоборот я очень просто хочу помочь скажите пожалуйста вот вы говорите что потенциал взаимодействия украины и китая он не исчерпан есть возможности для роста этого потенциала взаимодействия вот смотрите вот сейчас во время собственно российской агрессии в украине европа европейский союз соединенные штаты америки делают очень много для того чтобы украина победила диктатора путина можно же откровенно говорит что путин диктатор потому что вся его стилистика весь его образ все то что говорят его чиновники высшие да это это уже смахивает на фашистскую хунту поэтому путин конечно диктатор после 22 лет правления так вот в борьбе с диктатором путина связано что это америке европейский союз дает украине оружие дают украине деньги делают все для того чтобы украинцы временно перемещенные в европейский союз чувствовали себя как дома им помогает во всем то есть чувствуется тепло поддержка среди как простых людей так и среди лидеров государства может есть четкое понимание что украина это форпост как бы это ни звучало а вот пафосно данная реальная форпост на пути вот прогрессии российской угрозы и поэтому украине помогает это чисто рациональная позиция вместе с тем китай занимает достаточно своеобразную оппозицию до китай фактически ввел против россии санкции до китай не дает возможности для россии скажем использовать потенциал китай для обхода западных санкций но мы не видим проактивную позицию китая по части военно-технической помощи украины по части инвестиционной помощи украины и финансовой помощи вот что делать с этим эти знаете как вот друзья они познаются в беде и безусловно я понимаю что в мире нет друзей есть союзники на даже хорошие союзники познаются в беде поэтому мне я вам скажу честно пока непонятно а вот на какие сигналы о каких сигналах вы говорите и на какие сигналы украинской дипломатии может опираться вот которые посылает китай сначала вам скажу такую аналогию приведу во время второй мировой войны много было еврейских кораблей которые которые уходили некоторые приходили назад по-разному было был один в том числе были такие корабль такой корабль который прошел через все порты и где их не брали как только они пришли в шанхай им было предоставлено все есть то есть все то же самое было бы и в отношении украинцев ну просто у вас не общее вам проще 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 доехать до польши или просто технически я не сейчас говорю я сейчас говорю я пример то есть вы говорите что он не принимает и и так далее все возможности для кто может для например учебы и так далее свободные визы и так далее все есть и всякие вот правильную вещь сказать что друг познается в беде дело в том что на сегодняшний день между украина китаем не то что не то что нет дружбы нет знакомства вот в чем беда и поэтому китаю он не может во первых он не может вести себя более активно он не может вести себя более активно потому что он во первых он не знает что нужно ли это во вторых надо помнить о существовании глобальной конкуренции между китаем и соединенных штатами америки если наблюдается что украина все свои в основном большинство обращение обращается к соединенным штатам америки из чего китай может только стоять смотреть и занимать ожидающую позицию потому что это означает что украина хочет я бы все не так но это означает что украина хочет опираться только на соединенные штаты соединенные штаты хотят иметь здесь там свою какую-то позицию влияние и так далее хотя реально все это не так насчет помощи соединенных штатов это это еще это еще другой разговор на самом деле это не так не так реально и поскольку значит во первых поскольку вот этого вот этого диалога исходного вот этой дружбы исходного знакомства даже исходного не мало то китай может только говорить что я не признаю это он все время постоянно говорит что целостность страны что никаких этих действий россия не признает даже включиться включиться в частичных санкций против и ждет он не может дальше начать поставлять оружие опять же таки я не думаю что китай станет делать такое такие действия хотя возможно все при определенном диалоге вот что самое главное но это немножко наверное повышенное желание поскольку у китая общая граница с россией слишком большим ольга смотреть вот путин он боится просто патологически боится с одной стороны лидеров китая с другой стороны лидера турции да но тон патологически боится вот всех ровно как он боится любую оппозицию в самой россии и конечно я думаю что от позиции китая многое бы зависело но самое главное другом хочу сказать что конечно все зависит еще от пропаганды которая ведется ведя в европе соединенных штатах америки с самого начала была взята некая нота пропаганды которая говорила о том что украинцам важно помогать украинцам необходимо помогать а демонстрировались все те ужасы которые творит российская оккупационная армия убийства в буче и так далее и так далее демонстрировались уничтоженные украинские города и конечно европейцы американцы проникли симпатии на уровне отдельных компаний украинцам разрешили очень много открывать счета ехать свободно трудоустраиваться то есть управлять в одном уровне компании отдельные компании просто ушли с российского рынка европейские а те которые не ушли вот они тут же стали объектом общественного астракизма это тоже очень серьезно я готов понять и согласиться с вашими аргументами что условно китайская там власть в рамках глобальной конкуренции не хочет заходить слишком далеко на эту дипломатическую поляну но дать свой посыл тем более что китай супер централизованное государство дать посыл своим медиа и вот китайскому бизнесу помогать украине но мне кажется это было бы правильно почему это не происходит у нас не мы у нас не мы у нас они готовы нет сигналов от украины вот по простому по простому так они как они должны понимать что они делают почему они делают как они и как это как это выгодно все это нету диалога вот 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 что самое главное из китай будучи так будет вот такой вот как он себя позиционирует он не будет лезть когда его не зовут понимаете то есть вы считаете и вот ну ваше мнение что китай в силу исторических культурных традиций никогда не приходит первой и никогда не дает отмашку условно говоря своим нет потому что это 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 вообще невозможно потому что это чужой дом зайти может быть вы не хотите чтобы китай может вы хотите только чтобы чтобы быть на стороне с европой и с америка нельзя переступить порог чужого дома если тебя не пригласили если с тобой до этого не начался диалог при том все вот те позиции те сигналы которые он подает я просто умею считывать я вижу что это абсолютно открытый сигнал то есть он хочет этого диалога он очень хочет очень хочет инвестировать в украину по окончании по окончании войны огромные инвестиции он хочет но понимаете вот я хочу вам подарить я вам не очень нравится я вам хочу подарить что-нибудь огромное и красивое но я не знаю нужно ли вам хотите ли вам я же не прилечу сейчас вот вот все я вам подарил то есть сначала надо взаимно друг другу увидеть китай же это очень старая дипломатию и самое и самое главное не только в китае и тайвань тоже самое тайвань ну тайвань тоже готов помогать у нас есть у нас есть фонд который который что-то послал какие какие-то денежные висит 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 на висит в университетах стипендию для любых для любых украинских студентов но при этом вы знаете что у вас в миде висит что интересы тайвань и представляет китай то есть у нас нет у нас нет вообще отношений у нас вообще нет отношений а ольга вот скажите пожалуйста говоря о тайване все таки тайвань это это страна которая во многом опирается на соединенные штаты америки имеют сложную историческую и сложную историю взаимоотношений с китаем тот же чен кайши собственно ушел с материкового китая на тайвань и установил там свой режим и вот с тех пор собственно тайвань во многом развивается в очень близких отношениях и опираясь на соединенные штаты америки экономические и милитарные и так далее вот на ваш взгляд в чем успех вот этих вот взаимоотношениях западной культуры да аглосаксонской культуры и китайской культуры когда мы говорим именно в ситуации с тайванем потому что в ситуации с материком китаем мы понимаем что там примешана скажем так идеология и примешанная в том числе ну вот разная картинка мира именно политическая Китай очень разный Китай очень разный очень разный и тайвань он не очень сильно отличается с этим но тем не менее не очень сильно отличается от южного китая Тайвань на самом деле это более то есть в менталитете в способе общения это это Китай без культурной революции то есть как многие говорят что тайвань больше китайцы чем сами китайцы А в чем успех тогда вот это вот взаимоотношения аглосаксонского мира и китайского на примере Тайваня на ваш взгляд на самом деле у нас влияние 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 штатов очень ограничено очень ограничено на самом на самом у нас японская японская естественно Тайвань же был частью Японии японская часть за отношения с Японией Япония очень сильная влияние влияние штатов очень ограничено это очень ограничено тут да тут много много американцев но они как-то живут своей 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 микрокультурой это я не могу сказать что это как-то очень такое очень европеизированное общество но это очень плюралистическое общество то есть тут все есть на Тайване есть все просто все не Америка Япония Южно- и Восточная Азия Европа ну просто тут есть все но вот такая плюралистичность она на самом деле свойственна китайской культуре Китай очень неоднороден и китайской культуре очень свойственно и очень важно диалог и взаимность взаимность то есть и когда ему надо понять какая какие каковы взаимные отношения Украина к Китаю а не просто вот аху и начать что-то посылать они этого не не будут делать потому что им непонятно тем более что в такой значительной 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 в такой значительной доле Украина постоянно призывает штаты призывает главного соперника Китая если Украина сообщает просто сообщает что она не хочет односторонне опираться на штаты сейчас это так выглядит картинка для Китая а как большая полноценная страна хочет опираться на всех и дружить со всеми вот с этого начинается вот с этого начинается пока это не видно вот сейчас внутри Китая внутри Китая отношение к России в основном отрицательное отношение к Украине в основном сочувственное но есть и другой есть и другой звук голос о том что видя как что Украина якобы вместе с штатами хотя это не так я понимаю что это не так но в картинке у них это так и не будучи противовесом в Соединенных Штатах есть определенные круги которые радуются что Россия бьет штаты в виде Украины хотя это не так хотя это не так то есть нет нет взаимоотношений понимаете вот это что вот это важно то есть эти взаимоотношения их надо строить то есть трудно ожидать что вот кто-то с кем-то даже почти не знакомый он не знает твои интересы он не знает он Китай не знает насколько Украина отличается от России он знает что с Россией делать делать дела невозможно но он сейчас Китай не знает а с Украиной возможно Украина понимает что такое взаимоотношения не только как бы вот что что нужно мне а вот что нужно вам как мы можем взаим вот этого не хватает я я верю что это есть но я я приду это скажу в Пекине мне что никто не поверит то есть это должны представители Украины это делать Ольга я понимаю о чем вы говорите но я понимаю то здесь есть скажем вот такой культурный разрыв и я стараюсь от него уходить потому что то что я хотел бы сказать я понимаю это было бы методологически некорректно потому что я исхожу из другой культуры а у Китая своя культура необходимо если ты хочешь выстроить с человеком взаимоотношения исходить из культуры того человека из их представлений проявить эмпатию в определенной степени но в рамках не выстраивания диалога Украина Китая в рамках нашего с вами разговора вот вы поймите что для Украины есть мейнстримовое направление это евроатлантическая интеграция мы на проге получения статуса там кандидата на вступление европейский союз то есть условно через там какое-то время мы присоединимся в европейский союз чем до этого мы не говорили то есть это ну пусть там пройдет 7 лет пусть до 30-го года это займет время но для Украины это важно это тоже наша часть ну наша идентификация вступление в европейский союз присоединение к европейскому союзу и поэтому здесь на мой взгляд вот тут должно быть и понимание у Китая что вот у Украины есть некое мейнстримовое направление это вступление европейский союз скажем евроатлантическая интеграция в которой в этой парадигме заложено очень плотное взаимодействие с нашими евроатлантическими партнерами с другой стороны это не исключает что Украина в том числе может находить точки соприкосновения с Китаем ну то есть если вы понимаете есть условно говоря там ну вот взаимоотношения там ближе взаимоотношения более отдаленные да но при этом конструктивные при этом плодотворные да поэтому я думаю что и вот как бы китайская страна это тоже должна понимать как вы считаете а для Китая абсолютно то что вы сближаетесь с Европой для Китая это все равно пожалуйста пожалуйста это это другая это другое это это другое то есть то есть если вы сближаетесь только с Европой и противостоите и не хотите сближаться с там с другими странами ну значит не хотите, не хотите. И не будет активничать. Но если вы хотите сближаться точно так же и с Китаем, а почему нет? Я не понимаю. Китай не будет говорить, все, ты будешь моей марионеткой и не будешь дружить с Польшей. Ему это не надо. Ему это не надо. Я понимаю, Ольга, то, что вы говорите, я понимаю вас, но я вам опять же, понимая специфику китайской культуры, я ретранслирую, как это воспринимается в рамках украинской парадигмы. Что есть некие моменты в истории, как ЦВИК, у него есть работа «Звездные моменты в истории», когда человек, когда государство не определяется своей позицией. действительно, например, украины сейчас были напряженные отношения с Германией и они остаются, потому что мы от Германии не получаем необходимой милитарной помощи. Более того, мы слышали в лице нашего посла Мельника, как Германия была уверена, что российскому агрессору хватит три дня в Украине. И только сейчас, спустя две месяца, Германия потихоньку-потихоньку сдвигается, и Шольд сдвигается, потому что уже просто не комильфо стоять в стране и не помогать Украине, когда вот есть уже консолидированная оппозиция Запада. И это, я вам скажу, это тоже вот такая оппозиция Германии, она вот воспринимается очень остро. Но с другой стороны, мы благодарны безумно полякам, которые помогают во всем Украине, военно-технически, экономически, всем абсолютно. Двери Польши открыты. А благодарны Соединенным Штатам Америки, которые принимают украинцев, и там одна программа, другая, третья. Военно-техническая огромная помощь. Благодаря этой помощи Украина сейчас не то, что сдерживает российскую агрессию, а мы постепенно, постепенно, но переходим в наступательное действие. И вот это действительно ключевой момент в истории, который многое определяет для Украины, понимаете. Поэтому здесь, на мой взгляд, да, я понимаю специфику китайской дипломатии, но в парадигме, в парадигме, скажем, мышления Украины А вот Китай сейчас воспринимается как нейтральная страна. Я не говорю, что Китай помогает России отнюю, Китай, наоборот, отказывается помогать России и вводит санкции в отношения России. Но Китай воспринимается как нейтральная страна, равно как и Грузия. Но если у Грузии есть оправдание, что у Грузии есть общая граница с Россией, Грузия действительно, ну, скажем, боится Россия, давайте говорить откровенно, в силу просто разных потенциалов, то в отношении Китая много вопросов, потому что как раз Россия боится Китая. Если завтра Китай просто глюкнет дверью, то Россия от этого испугается. Это не только потому, что некуда будет нефть и газ экспортировать, это потому, что Россия слаба по отношению Китая, особенно сейчас еще больше. То есть, вы понимаете, вот нейтральность Китая, она воспринимается, если бы не сказал бы остро, но она как-то вот есть что-то такое, вот холодом веет, да, вот я так это сформулировал. А вот что важнее сохранять свою, вот, свой, как бы, привычный дискурс и свое привычное состояние или работа на процветание своей страны на долгое время. Вы понимаете, Ольга, здесь я с вами согласен, необходима гибкость. И, безусловно, у Украины будет взаимодействовать с Китаем, оно и сейчас есть. Вопрос только в характере этого взаимодействия и вопрос только в отношениях. Вот есть в английском замечательное слово cordial, to be on cordial terms, то есть быть в таких, скажем, рабочих взаимоотношениях, понимаете. Вот это вот отличается от friendly terms, да. То есть, если у нас в Польше это friendly terms, то, вот, например, что касается Германии, у нас точно будет cordial terms, да, то есть такие холодные взаимоотношения, рабочие. И мне кажется, что с Китаем, опять же, вот после окончания вот этого вот всего, то, что происходит, у нас тоже отношения, они будут насыщенные, но все равно они будут на определенной дистанции, к сожалению. Я помню, в 90-х годах у Ельцина был лозунг такой «Голосуйте сердцем». Вот не надо. Вот голосовать сердцем – это в семье с родителями, с женами, мужьями, с детьми, а в политических и тем более межгосударственных дружба – это сейчас дружба, потом не дружба, это все из серии «Голосование сердца». Главное, что приносит пользу. Вот если бы, вот я вам скажу такой пример, если бы до начала войны у Украины уже был бы налаженный диалог взаимопонимания с Китаем, то, что бы они сделали? Они бы просто провели учение, они бы ни на кого не нападали, они бы просто провели его учение у своих северных границ. Они бы это сделали. Они это всегда готовы сделать. Но они должны понимать тоже, кто их друзья, и что будут дальше, и какие будут дальше договоренности. когда нет, вот просто вдруг начать около северных границ устраивать учение, да, конечно, Россия тут же испугается. Но и что дальше? Вот поэтому у них вот такой вопрос состоит, а что дальше? Мы вообще как? Мы ведь почти не знакомы. Я понимаю, что действительно почти не знакомы. Более того, это не так то легко. Есть определенный перечень стран, которые очень умно строят китайскую политику. Есть страны, у которых эта политика совершенно провальна. Просто потому, что... К успешному вы, наверное, относите Казахстан, я думаю. Нет, Америка, Штаты, Израиль, например. Казахстан нет. Казахстана нет там они. Нет. Просто потому, что нет достаточного количества советников просто, которые могли бы изнутри понимать, как строить этот диалог. это все нарабатывается. Это все нарабатывается. Поскольку исходно просто одного откуда было набрать столько. Просто их нет, они еще не выросли. Собственно, почему я как бы и готова помогать, хотя, конечно, я не могу. Я тоже, я не могу в прямую помогать. вот лично я, давайте не будем говорить о Китае, вот лично я, вот я такая очень хочу тебе помочь. И что? И на меня посмотрят украинские все там МИД или что-то такое, скажут, паспорт. Тайвань, Израиль, при чем тут Украина? Ты вообще не украинская гражданка. Кто-то такая. то есть это должно исходить из самой Украины. И дальше, и дальше, я говорю, я вот лично, лично я, я знаю, как строить, я знаю, как строить этот диалог. Я знаю, с чего его начать. Я знаю, как за него зацепиться. Я не знаю его итогов, потому что это диалог, это взаимоотношения. взаимоотношения. Но я понимаю, что будет говориться оттуда. Я немножко, немного известный человек, не только на Тайване, в Китае. То есть я примерно понимаю, как это вести диалог. Я знаю, ну, позиции, я могу сказать, с чего бы хотел Китай. Китай бы хотел активно участвовать в восстановлении. Но он сейчас не знает, это будет ему предоставлено или все будет опором на Европу и на Штаты. Есть просто конкретный вывоз технологий, вывоз капиталов и так далее. Он это хочет. Но он не может это сделать сам. Он не может это сделать сам. Более того, то есть с одной стороны, я бы очень хотела, чтобы как-то внутри Украины поняли, что во-первых, стратегические партнеры по отношению к России. Не важно дружба, не дружба, не свадьбу надо играть, а дела делать. во-первых. Во-вторых, обоюдно очень выгодное взаимосотрудничество, потому что Китай хочет вывозить капиталы, хочет заниматься строительством послевоенным. И это для него будет участие в мировых процессах. он хочет участвовать в мировых процессах. Но он это не может сделать без приглашения Украины. Он этого не может сделать. В-третьих, еще более важный момент. Если этого не произойдет, если на время этого конфликта Китай останется как бы заборчим, это опасно. это опасно на будущее для мира. То есть Китай, которого все приветствуют, который участвует в мировых процессах, наравне, вместе. Вот тут участвуют Соединенные Штаты Америки, а тут Китай. Прекрасно. Прекрасно. на одном уровне участвуют ряд. У Китая со Штатами не враждан соперничество. Соперничество двух самых больших экономик. И если вот в таком сейчас важном процессе оказывается, что извините, вы нам не нужны, у нас только с этой стороны, происходит изоляция Китая, и можно вспомнить, что происходило с Японией после 20-х годов, когда Японии сказали, простите, нам не нужна. То есть это еще и на будущее, не только касается Украины. И вот в такой ситуации, конечно, первое, что Китай сделает, это сначала захватит Тайвань, потом и так далее. А если он будет участвовать в общих интеграциях, он не будет этого делать, он будет участвовать в общей интеграции. Более того, этот год для Китая очень решающий. У них осенью будет смена руководства. Это все очень зависит как и что. Ольга, я в завершении нашего интервью хотел бы спросить все-таки про взгляд как Китай воспринимает Российскую Федерацию. Я понимаю евроатлантический взгляд, потому что я владею английским языком, читаю мировую прессу, я очень много общаюсь с представителями Западного мира, понимаю, как воспринимают Россию, как воспринимают или как сейчас воспринимают. Тем более знаю, как воспринимают Россию и лично диктатора Путина в Украине просто Путина и путинскую Россию ненавидят. Путин для этого все сделал. А как воспринимает Китай Россию как младшего партнера? Нет. Как что? Вот природа, вы сказали, что у Китая негативное восприятие России. На чем оно проявляется и на чем оно основано? Значит, БАП скорее не столько с ненавистью, сколько с некоторым неуважением, скажем так. Это общество, это люди, с которыми нельзя иметь дело. Они скорее будут иметь дело с Казахстаном. Казахстан они будут уважить гораздо больше, в России. То есть то, что все эти годы, все 20 лет Путин пытался представить, что у него как бы выстроились какие-то отношения с Китаем, это все ложь. Нет. Дело в том, что Китай никогда не будет как-то открыто с кем-то враждовать или занимать такую открытую анти какую-то позицию. Это очень важно. со всеми внешне сохранять нормальные отношения. Но дело в том, что я уверена, что там в России они уверены, что это то, что внешне, что оно так и есть. Но это не так. Но это нет. Спасибо большое. Они просто вынуждены терпеть существование России у своих границ. Спасибо большое, Ольга. С нами была Ольга Рапопорта, профессора университета Чинг-Кайши на Тайване в интервью на телеканале MediaInform. Спасибо уважаемые зрители, что смотрели нас. Раппорта,